Всем привет, дорогие друзья! С вами Промикс, и я начинаю цикл видео для Total War Rome 2. Это моё первое впечатление, первое видео, первый запуск этой игры. Собственно, давайте посмотрим, что тут есть. Игру я купил вчера, закачал сегодня, как перед заказом. Ну а также, ну что ж, тут есть такое менюшка довольно красивое с картой Европы Древнего Времени. Также есть меню битвы. Сравнять я буду, кстати, эту игру с не Сёгуном, а с Наполеоном. Ну потому что, во-первых, Сёган это не Европа всё-таки, а Япония. Ну и Наполеон довольно-таки красивая игра. Ну, чего, как мне показалось, насчёт Сёгуна не скажешь. Ну что ж, и тут есть также меню энциклопедии Total War. Давайте проведём всё-таки быстрый бой. Историческую битву, пользовательское сражение, быстрый бой. Я не знаю, что нажимать, я первый раз. Давайте быстрый бой попробуем. Ага, это уже по сети. Так, пригласить друга. У меня нет друзей, с кем можно поиграть в эту игру. Собственно, пользовательское сражение. Так, вот оно, пользовательское сражение. Можно выбрать карту. Казна большая. Выбрать карту. Так, ну, я думаю, мы будем сражаться в Карфаген. Да, ну, нет. Афины, Армавир, Александрия. Давайте Александрия. Я не знаю, правда, что там за карта. Но, всё-таки, улучшение карты. Ну, луга. Достаточно нормальная для первой игры. Направление атаки. Ну, пусть будет север. Какая разница? Так. Полководцы. Ну, ничего, пока не знаю. Первый раз. Ведь понятно так. У меня полководца. Истинный воин. Этот полководец вдохновляет своих людей. Личным примером он чисто на врага и не берёт пленных. Боевых личей ужас. Предыдущую часть, кстати, ром я не играл. Поэтому, может быть, тут что-то типа по такому же принципу. Ну, давайте возьмём вот такую вот полководца. Так. Полководца возьмём, ну, как, наверное, в Наполеоне. Тут не имеет значения, какого полководца ты берёшь в обычной битве. Давайте возьмём знатных всадников. Вот так вот передвигая, да? Ну, вот. Пехота ближнего боя, собственно. Пристегнувшие. Давайте узнаем больше. О. Так. Ну, тут он, походу, в интернет залазит, да? Или нет. Не знаю. Руководство, в общем, это отдельное. Что немного печально. У меня в Наполеоне, например, была отдельная окошко, где я объяснялась, что и где. А тут именно в руководстве. Ну, ближний бой 53. Урон оружием 60. Не с чем сравнивать пока что сейчас. Давайте возьмём пристегнувших. Так. Большинство их надо. Ну, как? Ну, 4 пока возьму. Фиг с ними. Против карфагенцев буду сражаться, а я римлянин. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так. Ладно. Собственно, так и будет. Полководец или... Так, ну, карфаген... Карфаген от уже вполне хорошая армия. По идее, у них там должен быть Ганнибал. Так. Орла. Притарианская гвардия. Притарианцы... Ну, возьму... Один юнит притарианцев. И дофига легионеров знаменитых. Ну, не дофига. Где-то так. Так, пехота с копьями? Нет. Начнём дальше мы с лучников. Первый бой, я думаю, я проиграю. Просто как дно. Так, римский скорпион. Римская баллиста. Римский анагар. Тяжёлый анагар. Да нет. Дальнобойная машина не нужна. Особая боевая единица. Боевые псы. Ну, не знаю. Ну, союзная, но медийская. Так, возьму я... Притарианскую конницу. Казна большая. Так, ну, пожалуй, я ещё лучников добавлю. И копья, копья, копья нужны. Так. Ситами, вигилы. Так. Три арии. Глазиадры. Ну, по внешнему виду так. Если вот так вот посмотреть, то нормально вполне. Ну что ж, у нас больше средств нету. Давайте проведём сражение, что ли. Крупная армия, реалистичность боёв. Что это означает? Ладно. А, крупная армия. Ну, это довольно-таки полезное нововведение. Да. Не то, что в Наполеоне. Надо было что-то подредактировать, чтобы себе взять. Большие армии. Ну, это здорово. Снаряжение мы взять не сможем. Тип сражения. Морская битва. Засада. Прибрежная битва. Битва на переправе. Впервые, кстати, в серии Total War тут совместили битвы на море и на суше. Ну, я думаю, будет битва на переправе. Штум города, штум порта. Оу. Ну, довольно-таки. Куда? Наземная. О, отлично. Ну вот, мы выбрали наземную. И всё, давай вперёд. Ну, карфагенцы в полный состав. Прям. Не знаю, выдержу ли я их натиск. Тем более, это компьютер. Ну, у них... Четыре юнита наземных. Три копейщика. Четыре кони. Ещё один особый, наверное, какой-нибудь полк. Ну, собственно... И... Шесть лучников. У меня... А у меня их пятеро. Ну и ладно. Нас меньше, наверное, Е. Хотя фиг знает. Ну, наверное, если у нас двух юнитов нету... То мы меньше, да? И тут, как обычно, кстати, цитаты всяких философов, мудрецов того времени. И подсказки к игре. Фивская битва. Так, ну мы располагаемся, наверное, так. Даже не знаю, где мы располагаемся. Но раз мы красные... Хотя... Жёлтые мы, наверное. А карфагенцы красные. Ну, потому что у нас в основном... Ну, такой золотой очерк. Думаю, мы внизу на этой карте. Вот здесь вот. У карфагенцев... Не преобладает, скажу, что красный. Но всё-таки у них есть такой оттенок. Ну, может, кстати... И они жёлтые, потому что у них форма жёлтая. Посмотрим сейчас. Была, кстати, подсказка. О, большого количества лучников. Так, ага. Ну, сейчас мы и сами разберёмся, я, пожалуй, смогу разобраться. Так, что тут? Выделить всё. Построение, управление группой. Давайте выделим всё. А построение не сможем выделить. Армии тут довольно небольшие. Но графика довольно-таки... Красивая. Не скажу, что плохая графика. Красота. Красота, да. И... Правда... Плохо, что... Такие большие сделали. А, можно убрать. Замечательно просто. И карту могу убрать. Вот это да. 60 минут у нас на битву. Да ладно. Вы что, издеваетесь? Так, обычный выстрел. Плазменный выстрел. Свистящий выстрел. Собственно, лучники... Лучников сейчас я выделю. И куда-нибудь на фланг. Наверное, да? Они будут у нас... Ну, не в засаде. Но что-то типа будут сидеть. А кони... Ну, а... Две коняшки уставлю с ними. Ну, блин. Не так. Хотя вот... Каре наверняка тут нету. Ну, ну и ладно. У нас главная сила не в этом. Претарианская куница идет с основными силами. Месиво, месиво, конечно, сейчас будет. Так, ну и полководец. А у них есть... А у них нету, кстати. Артиллерии, хотел сказать. Ну, собственно, так и получается. Претарианская конница. Еще одна конница. Собственно... Тут я пойду уже... Ну, я пойду где-то так. Ну, не знаю. Прямым лбом... Лоб в лоб идти. Я не знаю прям. Наверное, копейщиков вперед надо поставить. Не зря же они существуют-то. Чтоб сначала встречали, а потом... Да-да-да. Сейчас. Сейчас мы это сделаем. Опа. А-а-а. О, отлично. Так, и... Копейщики. Что у вас тут? Управление группой. Создать автогруппу. Ну, тут группа, собственно. Тройная линия. Двойной ряд. Линия. Порядочная двойная линия. Широкая тройная линия. Конницы. Защита переправы. Нет, не то. Я думаю, тройная линия. Хотя, что это, блин? Я сам построю. Уйди. Я просто в линию хочу. Окей. Вот, замечательно. Так. Что тут, собственно? Критарианская конница. Так же на фланг пойдет, конечно же. Что это делать? Вот, собственно, вот этот отряд... Ай. Уберись. Блин. Во, замечательно. А они у нас пойдут в группу, наверное, опять надо выделить, да? Групповая оборона, групповое построение. Да фиг с тобой. Я не хочу ничего сейчас делать. Я просто хочу посмотреть, какова битва, собственно. Ага. Собственно, если дальше отдаляешься, то тут какой-то значок наверху. Что это? Либо это стрелки. Ну, а почему у одного юнита стрелков такого нет? Ладно, фиг с ним. Интересно. Интересно. Так. Ну, и конницу ставим вот так вот. Все. Начнем битву уже. Кнопки, чтобы узнать больше об их назначении. Сейчас посмотрим. На их анимации передвижения. Довольно-таки прикольные. Так, карта. Уберем пока вот это. Эээ. А что, все, нельзя карту? Как так? А что это? Кинематографический режим. Ага. Ну, вот так вот то есть, да? Интересненько. Перемотка вперед. Ну, придется вот так вот смотреть, что я поделаю. Ага. Реалистичный бой. Вот что оно. Ага. Понятно. Ну, я думаю, мы пойдем, пойдем, пойдем. Групповое построение. Так. Так, ну, вот они, да? Реалистичность, блин. Ну, собственно, вот они. Как я понял, но я больше их не вижу. Ну, наверное, все-таки... Эффект такого леса, что ли? Ой, стоп. Стопэ, как вас остановить? На большой скорости бойцы раньше достигнут пункта назначения. Однако, встанут они гораздо быстрее. Ну, ладно. Я это, конечно, знаю. Так, ты куда идешь? Ты куда идешь? Рядом с ним. Ты рядом с ним. Ты рядом с ним. И ты рядом с ним. Ну, отлично. Построение сохранено. Собственно, нашей главной силой мы идем вперед тоже. Вправление группой. Че, 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 че. Сон, создадим эту группу. Ээээ. Тихо. Как же сказал, создать эту группу. Я че, я заходил. Просто идите вперед. Главное, чтобы вы построение не потеряли. Так, ну... Ну и что? Ну и что тут у нас? Ага, можно спрятаться. Можно, можно. Смотрите. Да, особый значок даже есть. Берете и прячетесь, что ли? Вот так вот. Ну, вперед. Фу, сейчас какой-нибудь засуд на меня устроит. Так, полководец и телохранитель его там. Собственно, давайте на их войска посмотрим. А этого сделать нельзя, да? Да, 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 да. Ну, что же вы? Жаждут боя. Да ладно. Я тоже. Лучники. А мы ничего не жаждут. Ладно. Пусть не жаждут ничего пока. Мне вот интересно, иногда пули боя темнеет, иногда светлеет. Похоже, что его все-таки перекрывают облака немного иногда. Или нет? Ну, в общем, это иногда виднеется, что интересно. Так. Ладно, идем дальше. Что, будем стоять, что ли? Интересно, как выделить только... Так, а вы все идите... Блин. А, ну, вот, идут. Вот. Ладно, мне приходится, наверное, их выманивать, что ли. Я не знаю. Так, что это? Легкий клин. Нет. Клин. Что это такое, блин? Ай, емае. Пиратерианская конница. Блин, что вы наделали? И они нападают. Ну, естественно. Что и требовалось доказать. Так. Вот первый раз я буду использовать паузу. Так. И нельзя пользоваться. Е-мое, ну. Конница, легионеры. Триарий. Легионеры. Так, 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 быстрее. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Там баттлы уже. Ну, а то не стреляют. Да, правда, как-то не слышится в основном. А, нет, слышится. Смотрите, по деревьям бьют. А мы по ним нет, да? Ну-ка, вперед. А мы в них стреляем? Конечно. Ну, там батл, конечно. Против зданий. Обычный выстрел, конечно. Конечно, обычный выстрел. Что? Суперобычный выстрел. У вас сейчас завалят. Бегите, бейте их. Калерийская черепаха. Дракон. Спешится в седло. Так, управление группой. Да? Правда? Я уже давно ее обнаружил. Спасибо. Мам-мам-мам-мам. Блин, ифиг. Теперь что поставишь? Ладно, придется бежать, короче, на них. Да. Просто мэднес. Что там? Критерианская конница. Но они смешиваются. конечно это не даст мне ничего хорошего блин что там у меня атакуют они замечательных метки выстрел так стрелять вместе да мне нужна ваша поддержка вот сюда так жалко на флаг нельзя нажимать жаль так ну притуре они неплохо однако мы их побили там да ну то собственно не очень хорошо так видно потому что компьютер у меня немного лагает сейчас данный момент собственно конницы давай куда вы бегите бежите не знаю что они там задумали неплохо неплохо так главное что еще и красиво так а куда вы побежали собственно мы наверное на фланге уже их выиграли да вынесли то что давайте будем на них нападать лучники давайте сюда ох 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 окей я все понял че и нифига пока не понял что происходит они внутри там сидят ну а вы вы атакуйте их дам скажите чтобы поиграем с чистую вы будете правы так а тут пишется что окей можно выделить группу собственно не менее не интересно да пусть дрогаются у них не дрогается что содрогается не дрогается ну-ка собственно вперед чего вы ждете я понял светило наше думаешь я ничего не знаю блин так нас обстреливают а так вам а можно поставить авто атаку вы чего а замечательно в общем они что-то ступили и поставили видимо в лоб не своего дружка ой ой священный отряд ну ладно фиг с ним во всяком случае но все равно пока ничего не получается я смотрю хотя нет смотрите у них меньше всяком случае отрядов чем у нас вроде бы да фиг с тобой успокойтесь что это такое а это наши бегут наверное или что так но и не побежали мне так то наплевать так львийская пехота пока что вот так вот пока что очень муски и потому что я пока не разобрался толком вообще что как собственно правильно все делают атакуете не такие тупые чтобы стрелять своих на стопе я надеюсь ну тогда так уйти их кто кто офигенный показ я я не знаю кнут окей куда вы побежали собственно мы выиграли бой первый не мы их просто окружили в общем то сначала почему-то они сбились в кучу они поначалу даже могли выиграть собственно бой но чё то вот так вот получилось что они сглупили и мы их окружили даже под нашими потерями мы выиграли даже наш военачальник собственно расправился с пехоти которые на него пошли но это собственно и правильно это логично конница в то время особенно было лучше чем в чем пехота особенно такая которая на меня пошла ближнего боя так что мы их копытами просто замочили скорее всего и все сейчас я думаю статистику нам покажут ой окончить бой надо было нажать так ну быстрее да собственно они убегают вот собственно какие потери у них были ну это наши это наши щиты да как обычно груда трупов что у нас тут есть советник энциклопедия чат меню дать початимся с врагом напишем ему а нет он со мной не хочет чатиться в общем и бросим это дело но есть чего ждем выделить всех почему почему отдаляется то а э вот это конечно не круто что отдаляется иногда от своего окружения э че за бред бежите прям вообще бежите я смотрю спринтеры вы не устали еще слушайте у меня первое первое игра защититься как за поражение что ли не спасибо в общем бегите быстрее кто-то уже построился кто-то нет римляне в принципе тогда и выиграли карфагента в войне пуническая она вроде называлась что-то вроде того а вы в кучу решили сбилиться ну это круто конечно но все таки да и карта кстати побольше стало отчасти правда то что ну нельзя прям до границ свободно добираться я пока не понимаю этого зачем это надо было делать вот например вот я нажимаю вперед он идет по диагонали почему так это было еще в начале сражения когда я еще не мог добраться до своего противника ну собственно вот она победа да эй алё как блин как так маскировка ну маскировка это все таки все тяжелая победа действительно тяжелая победа причем первая победа но все таки это победа ну что ж завершаем битву ну собственно у нас было меньше и потери у нас меньше мы убили у них осталось только 500 человек а убили 1950 не у нас побежал один вроде полк но он потом вернулся потом еще побежали потом снова вернулись это конечно хорошо либо либо подождите кто не убежал в общем непонятно кто не убежал кто убежал можно было бы мерцающим огнем выделить чтобы не искать как но это конечно же не крик души что ли это скорее всего как-то более понт более понт да собственно если вы просто наверное хотите отдохнуть раскиснуть мозгами просто я думаю все вот это с камерой это из-за якобы реалистичности боя но я думаю полководца все таки можно за холм выдвигать и чтобы он якобы видел его армия но полководец видите руководит армией как он будет из-за холма видеть что его там армия делает правильно это в основном так в наполеоне делают чтобы его не сбила артиллерия ну что ж первое впечатление довольно таки положительная игра красивая сражение само тоже довольно таки красивая и меню довольно таки для начала пока что непонятное позже я начну проходить кампанию начнем наверное с пролога либо сразу с новой компанией какой-нибудь я думаю мы будем играть за рим либо ну а сейчас сейчас точнее скажу за кого мы будем играть точно не за галлов точно не за диадокхов можно было начать конечно же за германские племена можно за рим скорее всего я начну компанию за рим конечно же а и даже не знаю за за юлия в дом а тут свеба ну что ж а вот такая вот такая вот игра получилась у креатив ансамблев деньги были потрачены не зря так я считаю на первый взгляд но первое впечатление бывает обманчивым так что если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был промикс и до скорой встречи до скорой встречи